Полиция Алматы по горячим следам раскрыла особо тяжкое преступление. Точнее, убийство человека, которое было зафиксировано на минувшей неделе в Алатауском районе. Уже сейчас следователями установлено, что кровавой расправе предшествовала жажда лёгкой наживы. Двое приезжих мужчин около часа ночи зашли в круглосуточный продуктовый магазин, расположенный на пересечении улиц Жумабаева и Северное кольцо. Они пригрозили продавцу пистолетом и потребовали отдать им выручку. Однако работник торговой точки оказался не из робкого десятка и дал отпор незваным визитёрам. Но, увы, в неравной схватке мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Даже после кровавой бойни налётчики не захотели покидать место преступления с пустыми руками и прихватили с собой сотовый телефон потерпевшего, а также другое его личное имущество. Между тем, в Управлении внутренних дел Алатауского района созданная следственная оперативная группа, в состав которой также вошли опытные сыщики из криминальной полиции города, считанные часы установила личность подозреваемых. Покинуть пределы мегаполиса им не удалось. К слову, отметим, что продавец магазина был срочно доставлен в одну из больниц города. Но спустя некоторое время от огнестрельного ранения в голову он скончался, так и не приходя в сознание. В Алматы зафиксировано очередное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В 7.40 утра на Кульжинском тракте под колёсами автомашины марки «Ауди» погиб 18-летний юноша. Известно, что проезжую часть молодой человек переходил в неустановленном месте. Водитель иномарки, следовавший по трассе в южном направлении, допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. В полиции также отметили, что аналогичная ДТП была зафиксирована ими днём раньше. Около пяти часов вечера, предположительно, на этом же отрезке дороги автомашина «Тойота» сбила 60-летнего жителя Алматинской области. Правда, на этот раз пешеход пересекал проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. По обоим вышеуказанным фактам. В управлении дознания Алматинского ДВД возбуждены уголовные дела. А это дорожно-транспортное происшествие имело место в половине пятого утра в Турксибском районе Алматы на проспекте Сифулина. Водитель автомашины марки «Тойота», следуя на север, пока по неустановленным причинам, потерял управление над своим автомобилем и съехал с проезжей части прямо в рычную систему. Благо, в результате этой аварии никто не пострадал. Между тем, водитель внедорожника озвучил свою версию случившегося, в которой фигурирует некое транспортное средство, якобы создавшее аварийную ситуацию. ДТП с участием частного такси зафиксировано в Медеусском районе Алматы. Произошло оно около пяти часов утра на магистрали, ведущая в город Толгар. По предварительным данным, водитель Сан-Йонга следовал в западном направлении. Внезапно эта машина стала совершать разворот в обратную сторону и не пропустила встречный транспорт. Между тем, участники аварии уточнили, что водитель такси по каким-то причинам предпочёл ретироваться. Мужчины из Ниссана пытались остановить его, но тщетно. В данном столкновении никто не пострадал. В следственном управлении ДВД Алматы расследуется уголовное дело с участием Воробьёвой Анастасии Игоревны, 1981 года рождения, которая подозревается в серии мошеннических действий. В случае её опознания гражданам необходимо обратиться по телефону 254 4027 и 254 4044. Регулирование скорости способствует уменьшению дорожно-транспортного травматизма. Снижение скорости на 5% может снизить число смертельных аварий на 30%. В населённых пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км в час, за исключением специальных скоростных режимов. В жилых зонах скорость движения транспортных средств не более 20 км в час. Алматы без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 222 преступления и происшествия. 99 из них раскрыты по горячим следам. В том числе один факт причинения тяжкого вреда здоровью человека, одно изнасилование, два грабежа, 149 краж чужого имущества, 12 хулиганств. Зарегистрированы 11 дорожно-транспортных происшествий, 4 человека погибли, ещё 10 травмированы.